Радио 54 У нас прежде всего собралась хорошая команда, хороший тренерский штаб, который нас за эти дни на университете сумел сплотить. И к финалу мы подошли уже к оптимальным коллективам, и все были объединены одной целью. Брат за брат, за основу взято. Серьезно, настолько это было легко? Вы, наверное, с какими-то ребятами тут вообще никогда в жизни не общались? Ну, было такое, да, многих мы лично, там, с Сергеем мы вместе же были, с Сильмашем, мы лично не общались, но там всем удалось друг с другом познакомиться и уже как-то сплотиться, опять же, повторюсь. Хорошо вас приняли ребята? Да, вообще нормально, ничего такого не было, все хорошо. С кем-то общались из других сборных, из иностранцев? Ну, лично я нет, у меня с английским языком не очень хорошо. Ну, вообще, в принципе, это дружественная атмосфера или все-таки конкуренция больше, чем дружба жвачка? Ну, именно у нас сборная конкуренция как таковой... Нет, не между, между сборными. Чувствовалось напряжение, что мы должны сейчас выйти и всех порвать? Или такое, что мы здесь ради обмена опытом и ради того, чтобы все знали, что Россия открытая страна, и мы всех любим и уважаем? Да нет, конечно же, все ходили как бы маленько в себе, все были... Все хотели всех разорвать. На соревнования, да, и не было такого, что все природолюбно общались. Боевой дух. Боевой дух, да. Говорят, нам за эфиром проспойлерили, что победители встречались с Дмитрием Тольчем? Да, встречались ребята, которые остались с нашей командой. Там, в Красноярске до 12-го числа им удалось встретиться, а мы 11-го числа уже домой прилетели. А это что за штрафной день такой? Почему? Ну, нам так билеты купили. Ну, а были там с первого дня, открытие видели? Да, видели, открытие ходили. Но у нас по желанию было, у нас где-то полкоманды остались в деревне, у них вся домы, вот ездили. Лично я ездил, все понравилось, все классно было. Вообще жесткий режим, намного жестче, чем здесь во время соревнований? Да нет, абсолютно так же все завтрак, обед и ужин, и свободное время, когда игры нет, там свободное время, отдыхаем, останавливаемся. Ага, ага, а мы когда хотели вам позвонить в прямой эфир, вывести, нам сказали, нельзя, у ребят режим, им там не дадут разговаривать, нет, нет. Да нет, ничего такого жесткого не было. Как часто маме звонили? Ну, практически каждый день, либо на WhatsApp, либо звоним. Ну, здорово. Сколько были по времени ваши тренировки, как часто вам удалось отдохнуть, чем вы занимались в свободное время? Ну, у нас было там 3 или 4 тренировки по часу где-то. В день? В день, да. Это мало? Это мало. 4 тренировки в день, по-моему? Свободное время, ну, там гуляли, ходили, были приставки, стояли на первом этаже у нас. А, Sony PlayStation. Играли, да, в PlayStation. Какая милая там. Общались с ребятами по команде. Что значит студенческие соревнования. Как вы отдыхали? Ну, мы в приставку играли. С кем, да, с кем из команд, скажем так, было играть более сложно. Конечно, со шведами. Со шведами, да. Последний матч. И это не помешало вам сделать их 7-2? Ну, 6-1 в финале мы победили. А, 6-1. Да, там два матча было. А, два матча. Два матча, да. Все, я вижу. Предварительный, да, и финальный. Ну, на счет можно даже не смотреть, там игра маленько могла сложиться по-другому. Почему? Ну-ка поподробнее, мы не шарим с Сашей. Ключевой момент был при счете 3-1. У нас Илла Бондаренко вовремя четвертый мяч забил. И шведы, я думаю, что уже поняли, что они смогут победить. А если бы они забили второй счет, стал бы 3-2. Там уже непонятно, как бы сложилось. Такое часто бывает, да? Когда кажется, что ты вроде бы в отрыве, но вот один гол может все поменять в другую сторону. В хоккее там 5 минут, это все, игра может полностью поменяться. Да, на самом деле, хоккей с мячом, пусть вас такие счета большие не смущают. Потому что хоккей с мячом играется на большом поле. И там всегда зоны пустые. Ими просто надо уметь пользоваться вот этим пространством, чем ребята, собственно, как бы и воспользовались. И воплотили вот все задумки тренерские в жизнь. Поэтому 7-2 это на самом деле не показатель, что команда слабая, да, которая проиграла. Это просто ребята были сильные, более организованные. То есть их на самом деле тренерский штаб сплотил. И надо сказать тренерам большое спасибо, что так получилось. С первого дня надо было друг друга понимать, находить взаимопонимание. И уже, чтобы на игры подходить уже в хорошем, оптимальном составе, в оптимальной форме. И что-то играл. Ну, ребята, можно каверзный такой вопрос? И на самом деле мы с Сашей сомневались задавать его или нет. Но вот ходят слухи же, что там простые студенты с вами играли, а вы профессионалы. Так это или не так? Как детей, так сказать. Мы читали маленько, да. Да, но на самом деле хочется сказать, что у шведов, за исключением одного-двух, может быть, игроков, которые играют в лиге ниже, играли с лиги с или серии, это то же самое, что у нас в Суперлига. То есть это такие профессионалы, как мы, да. Я вот, честно говоря, не понимаю тех людей, которые... Каких и не знающих людей в состав нужно изучать внимательнее. Некоторым там по 25 лет, но у нас возрастной ценз был до 25 лет. И у шведов такие же игроки были. Новосибирск. 106,2 FM.